Купили новую машину. Стой, 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 стой. Бля, что случилось? Короче, есть такая М4. Раз, два, три! В общем, друзья, всем привет. Купили новую машину. М4 за 3,4 миллиона рублей. 70 тысяч пробег, но на рестовых фарах, вся в карбоне. Короче, вариант прям сочный. Причем купил ее Марат без меня дистанционно, потому что я был в Ростове два дня назад. Говорит, два дня назад катался, навалил, кайфовал. Вот за мной он только что заехал, я сажусь. Мы едем, и у него ошибка привода. Он ее глушит, заводит, она троит. Она не едет, ошибка привода. Все, машине пизда. На вид сочный, честно говоря. Смотрите, какой. Троит до сих пор. То есть она с таким крутейшим диффузором, вся в карбоне, еще и на выхлопе, но в стойке, кстати. Покупать М-ку на большом пробеге, это всегда на фарт. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фартануло. Что, не едет? Не. Сига с нажать. Короче, включено положение N. Ошибка привода, она ограничивает мощность, чтобы не повредить авто сильнее в случае чего-то серьезного. Короче, ошибка привода, это, грубо говоря, ограничение мощности. Толик, здорово, срочно. Машина отъебнула. Что делать? А что с ней? Ну, троит, ривод и еще 10 ошибок. В общем, друзья, новая М4, купленная несколько дней назад. Вчера с ней уже случился казус, но ее починили. Цена ремонта была 5000 рублей. Катушку поменяли, все, теперь окей. Ну, а сегодня мы будем для вас снимать наикрасивейшие кадры по Москве. С дрифтом вот этих двух пестий. C63С и М4. Что это такое вообще? Что за суета? Стоит новую машину вроде авто. Серьезно? Да, 300 тысяч на продажу. Вы что, такие крутые, что ли? Да. 300 тысяч евро? 300 тысяч рублей. А, понял. Ну, еще лучше, чем М4? 100%. Ну, все, давай, иди красиво. Вот, еще у нас есть М3-92, это Саня Земский. М850 полный привод, не знаю, зачем приехал, если честно. И Урус, тоже не знаю, зачем приехал, но пусть будет так, чисто для картинки. Охуеть, охуеть, чисто до 125. Это непередаваемый фронт. У нас была Ешка, у нас была их 90 и вот М4. И самое лучшее из всех этих машин это М4. И при этом она стоит дешевле всем. Один минусанулся, блядь, Леха, Леха, Леха. Ебать ты раздавать начал, Леха, что случилось с тобой? Что, вырос пацан, что ли? Следы, конечно, пооставляли. Не стыдно вам, пацаны? Это не я, это все компьютерная графика. Леха, я не понял, а что за халтура, Леха? Ты как раздавайте, не въебал. Она не любит коку, коку, кову. Она любит рубли, ева. Что рассказываете, а ну-ка, на камеру можно. Что красилось на моей бывшей, самой быстрой М-ке в России? Что красилось? Красилось здесь, вот так вот. Ну, короче, сразу же говорит, тоталинная, да? Любую М-ку об тоталин, блядь. Часто так косметика, можно сказать. Бампер задний даже не красился. Ну да, он единственный, отличается по цвету. Отличается? Да, я шучу. За 3-250-16 год. Штрафов на ней много было. Она жалко, уже без керамики. У нее вот одно ДТП и все. Одно ДТП тоже знаешь какое? На мой день рождения, короче, у меня во дворе типа просто приехал, короче, в мою машину. Я ему кричу, ору, и он просто уехал. Нет, так она очень богатая. А что сейчас делали тут? У тебя. А что я сейчас делаю? Сейчас не знаю, я хотел бы 4. Давай, давай. Ну да, я буду. Ага, что говорит? Кстати, стоит ковка мотора, а коробка стандартная, да? На этой машине усиливается сцепление, но сейчас стоит стандартная, потому что до стэч 2 она спокойно держит. Понятно. Окей. Подожди, а ковка мотора сколько на нее стоит обходится в среднем? Ну смотри. Под ключ. Под ключ. На ней было сцепление ССП, это примерно 350 тысяч. На ней были максимальные турбот, это аж около полумиллиона. На ней было полное охлаждение ЦСФ с охлаждением коробки. Это тоже где-то на нынешнем курсе тоже, наверное, 30 тысяч. Легендарная машина. Короче, ты ее продал кому-то, тот поездил... Я продал ее другу, да. Сколько времени поездил? Полгода, наверное, может быть. Короче, поездил полгода другой человек, и он сейчас продал нам. И до сих пор машина стоит на нем. Да, то есть машина, короче, моя. Фактически, получается, у нее два владельца. Почему? Потому что первый владелец и второй владелец это братья. Она сначала была зарегистрирована на одну очередь. Ты третий, да? Я второй. А, ты второй? Моя машина как бы с 17 тысяч пробега. У нее 1030 пробега чисто по Европе. Она была в Сан-Тропе. Мы в восемнадцатом году на М2 с тобой встречались. Ты тогда ее купил? Нет, я купил ее как годная. Тогда она была такой еще, короче. Она не знала, что она будет побывать рекорды. Что больше нравится, Сэшка или М4? Новая политика нашего ателье. Не выбирать между боевыми Мерседесами. Понятно. Ну, ты знаешь, мой ответ. Мы сейчас делаем один проект, связанный с Сэшкой. На стейдже 3. Вот, мы сейчас отшиваем ЦПЦ у нее. И нам очень интересно, сколько пойдет Сэшка с расшитой коробкой. Но эта Сэшка ехала 6.5-1.200 как-то. Прикинь, мы ехали в Ровень. У меня тогда была М5 на пайпах без стейджа. Тоже 6.5 ехала. С 90. Да. Леха, сколько твоя Сэшка поехала рекорд-1.200? Лучше 6.5 было, но мне все кричат, потому что там драги. А можно можно показать со мной? Причем он ее зашил в Моренде. Честно сказать, история так себе. Захранил сколько это, полтора года назад было. Блин, брат, я извиняюсь, матом можно ругаться? Да, да, да. Давайте так. Вот, допустим, если я бот, я скажу вау. Но если я не бот, и ты тоже не бот, правильно же? Просто на этот угол, братан. Он на туре в Гималайские горы поднимался, братан. 2.86. Опускался, братан. Нет, поднимался, братан. А, поднимался. То есть, фактически, мы видим то, что эта машина должна ехать даже не 6. Из 6 на стейдж 2. Ну, значит, поздравляем рекордсмена. Могу сказать, что ни одна М-ка даже на стейдж 2 не поедет из 6. М-четвертая, хотя М-четвертая всегда была быстрее. Это как М-8 Рамона 9.5. А после этого рекорд какой был? 6.8. За машиной я следил. Я в нее точно вложил несколько ее стоимости. Кстати, а что с ней было? Можешь показать? У нее был удар. Блядь, ебать, телочка. Бил ее, да, вот сюда въебал? Бил ее ударил сюда. Что мы сделали? Здесь стоит новый бампер. Тут стоит вся новая передняя подвеска. Начиная от подрамников, заканчивая амортизатором. А он повредил ее тогда? Он его чуть-чуть как бы погнул. Но поскольку я как бы не собирался эту машину, ну, я же делал ее для него. А, он ее хотел сначала купить, да, себе? Потом мы просто решили с ним, что он не будет ее покупать. Мы когда продаем, что мы с ДКП делаем? Сейчас сниму ограничение с нее. Я сниму ее сразу с учета. И от меня ДКП сделаем, и все. Ну, пара я тоже сниму с нее. Дорез поставлю. А, кстати, сколько фары такая одна стоит? 130, наверное, 40 тысяч. А БУ? Если бухой. Я тебе пробул, говорю. БУ, да? Есть на нее, кстати, карбоновый капот. А что, это сток? Сток, сток, да. Короче, М850. Выхлоп у него ебнутый, конечно, лучше, чем на М8. Да что? Он будет гоняться с Урусом. Говорит, что он его вздернет. Ваши ставки. Напишите в комментариях. И смотрите, через парочку минут увидите. Надеюсь, сегодня произойдет без травм. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вот для себя понял, что на Мерседесе, не знаю, но, наверное, на всех могу это все-таки сказать, что нужно уметь дрифтить. Ты должен вот настолько чувствовать машину, чтобы, я не знаю, ты должен приучиться это делать. Помимо того, что вы в Мерседесе вламываете руки, когда дрифтите, ну это, ладно, это как бы дело времени, приучиться можно. Но я вот вчера после Мерси сел в М4, я вам могу сказать, что это было настолько легко. Я не могу сказать, что она катастрофически лучше идет боком, но ты чувствуешь то, что на ней тебе надо приложить минимум усилий для того, чтобы ехать боком. То есть с одной стороны это круто, с другой стороны это легко. Наверное, чуть меньше адреналина получаешь только потому, что на Мерсе ты едешь и думаешь, блин, где же лепесток, блин, а вот туда ей хватит выворот, а вот еще, еще, ну много нюансов есть. Блин, все равно эти две машины, я сажусь в М4, смотрю на Цэшку, мне невероятно нравится Цэшка, я очень хочу сесть в нее. Как только я сижу в Цэшке, я хочу сесть в М4, то есть для меня это пока что, наверное, ну две топ машины, которые прям, ну, возбуждают. Поэтому, если вы хотите купить тачку и сразу дрифтить, а не врезаться в столбы или в бурдюры, как у нас был опыт небольшой, то покупайте себе смело М. А если вы хотите при этом еще и очень громкий звук, быть немного таким брутальным в дрифте, потому что Цэшки, как правило, не дрифтят так, как М-ки, покупайте себе Цэшку. На самом деле, реально спорный вопрос, потому что мне тоже в последнее время вот жопа Цэшки понравилась купешки именно. Вот именно, кстати, дорестовые фонари мне пиздец понравились. Опа, что же там за исполнение у нас? Бля, что случилось? В этот раз Земский сел за нашу М4, вот что произошло. Короче, есть такая М4 без мотора, но восстановить можно. Прикиньте, эта машина когда-нибудь появится в продаже. Да, как не бит, не крашена. А, вот что я хотел показать, пацаны. Самый угар. Ты, блядь, только понял? Это коллаборация, да, у вас такая? Слышишь, а ты видел, Мороз? Тут коллаборация, но вышел. Короче, вы, походу, настолько гласные нарушители, что к вам ДПС приехала прям на территорию закрытую. Серьезно? Да, до этого тоже приезжали. На территорию? Да, на территорию заезжали за машиной, которая что-то нарушила, они за ней поехали. Он заехал и начал весь ему писать прям вот этот протокол. Ах, поедет. Сейчас здесь прям рядом с нами, это было там заедно. Да, да, да. Ой, блядь, нарушаем. Короче, пока мы тут стоим, ждем. Сейчас установили уже на 1,8 выхлоп полностью трассу Акропович. Сейчас мы послушаем, как она звучит на М8. Заклеил Моренди надпись. Уже. Кстати, эти теперь выхлопные, как они называются, насадки очень красивые. Класс! А кто катался на М8 из вас? Я как. И что, как? Как М5? Вообще то же самое, только там чуть пониже, посадок. Я, честно говоря, особо не понимаю, зачем М8 нужно. Если есть М5, в 2,5 раза дешевле. А по ощущениям и по эмоциям то же самое. Зачем? А у меня один вопрос. Вот почему, когда М5 стоит 12 миллионов, а М8 14-15, это в 2 раза дороже. А потому что М5 ты можешь БУ сейчас взять уже за 6. А М8 нет. За 5 миллионов. Да. А вот как у нас было вообще за 5. Вообще за 4,50 уже было. Мам, я вребился в эти деньги. Кстати, друзья, хотите покажу, где я живу? Ну, ни разу не показывал свою квартиру. Сейчас доеду, зайду и сделаю небольшой обзор. Дверь открыта. Дверь открыта. Короче, начнем по порядку, да? При входе тут вот такое вот зеркало, гардероб. Вот такой небольшой гардеробчик. Культочки, вещички. Дальше идем. Сразу студия, кухня с залом. Здесь сушилка. И тут две спальни. Вот одна здесь, другая здесь по бокам вокруг зала. Они полностью идентичны. Тут также шкафы. Здесь у меня киберзона. Вот сюда вот так садятся, надевают наушники. И вот в этот микрофон начинают оскорблять всех. ПМВ говно. Идем дальше. Здесь зал, здесь кайфуешь телик, все дела. Туалет есть. Ванна. И спальня еще одна. С прозрачными стеклами. Вот тут целая команда собралась. И самое интересное тут это вид, конечно же. Потому что это 51 этаж. Вид прям на сити. Но на самом деле спустя несколько месяцев, как ты тут живешь, особо в окно уже не смотришь. Стоит у нас 150 тысяч в месяц. А сама квартира стоит примерно 30 миллионов рублей сейчас. Это достаточно выгодная цена для аренды. Относительно суммарной стоимости. И гораздо выгоднее, чем купить свою такую и жить в ней. Когда твои 30 миллионов рублей могут работать и приносить гораздо больше. Именно поэтому я себе квартиру не собираюсь покупать, пока у меня не будет настолько лишних денег, которые я не буду знать, куда можно вложить. И это принесет больше, чем вот сдача подобной квартиры. Так вот, за 30 миллионов рублей, представляете, всего 150 тысяч в месяц приносит эта квартира. За 30 миллионов рублей, при даже вообще, блин, до S&P 500, если деньги закинуть, это 18-20% годовых. Давайте посчитаем. В месяц, если закинуть на S&P 500 и получать 20% годовых, за 30 миллионов будешь иметь 500 тысяч рублей в месяц. А не 150 каких-то там странненьких с этой квартиры. Именно поэтому те, кто покупает квартиру для сдачи в наше время, это максимально финансово неразумные люди. Вот, есть смысл покупать квартиру, если можно полмиллиона вместо 150? Можно получать полмиллиона, из них 150 платить за съемную квартиру и еще 350 в месяц сверху просто себе в карман класс. Как, ну, вообще, выгодно? А, и причем здесь всего где-то 66 квадратных метров. Но ремонт довольно-таки неплохой. Еще раз вид покажу. Смотрите, прям все видно. Смотрите, Москва, река, пейзажи, я отсюда вижу, смотрю, Воробьевы горы, МГУ, там, другие, ЖК все видно. Да вообще все, цветочки практически видно. Высота на самом деле небольшая, смотрите, всего лишь 50 этажей тут, цветочки. Ладно, поехали, есть. Ай! Ну, че? Я не ем. Мне заняты, деловая слишком. Вам. Так вот, а представьте, если вложить не под 20% годовых эту сумму, а под 60%, а то и под 100%. А это более чем реально. Можете пройти по ссылке в описании на мой бесплатный трехдневный интенсив, где я вам в прямом эфире рассказываю важнейшую информацию по финансовой грамотности и убедиться сами. Так вот, если даже 60% годовых, то это уже полтора миллиона рублей в месяц с 30 миллионов. Просто вдумайтесь, положил полтора миллиона в месяц, спокойно получаешь. А если вкладывать в IPO, то там больше 100% годовых можно зарабатывать. Подумайте, что выгоднее. 150 тысяч рублей просто ступо с квартиры, как делают многие из-за того, что они просто не знают. Они в этом не виноваты, хотя, наверное, виноваты, потому что информацию нужно самому искать всегда. Или получать полтора и даже больше миллиона рублей в месяц с тех же 30 миллионов рублей. Короче, ни слова больше должно быть. Просто заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на марафон, на интенсив, лично от меня, и участвуйте. Это совершенно бесплатная и очень ценная информация для вас. Чтоб вы потом в дальнейшем не были подобными безграмотными людьми, которые упускают такую возможность. У нас уже потенциальный покупатель тут есть. Давай, Марат, рассказывай характеристики авто. Я не буду показывать, где их показываю, чтобы к нам пришли рекламодатели. Вот, смотри, видишь, был удар. А, все, я понял, это Билл, который размотался. Подрамник, ну, все целое. Бля, ну, все сходится только к Биллу, нахуй. Но она не была сильная, не задеть стакан, ничего. Крашена дверь. Кстати, друзья, да, это та самая М-ка, которая была оранжевая. На стейдж 3 ехала 4.9-100-200, которую разъебал как-то Билл. Вот она, тут теперь. У нее кованый мотор, усиленная коробка, все усиленное. На деньги вопрос, говорит, сколько денег отдают? Цену скажи. Давай, пират. Ты ж покупал ее. У нас вопрос цены, да, вопрос цены. Какую цену ты думаешь? 4.2. Да. Ой, за 4.2 я домой поехал, да. Я как умный человек. 4.2 на руки и прямо сейчас даже... Я захожу на Рудик авто. Дальше заходим в раздел BMW. Куда? 13 автомобилей. 3.3, это тотал, 3.500. Это Казахстан. Все, больше нет, я ничего. 4.2. Не, не, стоп, стоп. Самые главные особенности этой тачки, это то, что тут рестовые фары стоят и фонари. Она вся в карбоне, задний диффузор карбоновый, кованый мотор, усиленная коробка. Могу, короче, 2 плюс часы. 2 плюс часы? Сколько часы стоит? 1.3 миллиона. А это 2021 год. 41 миллиметр. Все, брат, 3.5, поехали за деньгами. Ну, она реально вся вредная. Ну, смотри, здесь все свои, 3.525 и 5 на мороженое. Смотри, смотри. Так ты же мне только что за рулем говорил, что ты сам ее за сколько хотел забрать? Я ее хотел себе. 3.6, 3.7 ты сказал. 3.6, поэтому я ей говорю, о, здесь что, по намору еще ее за 4 миллиона? Пробег родной, 3 владельца, ни одного расчета. Что тут можно на дрифт поснимать? Я хочу на цешке, я хочу разложить щи. Дай цешку подрифтить. Все, кто понимал, после нашей темы, на этой машине за рулем в том числе или нет. Стой, 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 стой. Подожди, пока не дрифти, тут сейчас охранник суету наведет, ментов вызовет. Мы сейчас всех дождемся и все будем поросить. Смотрите, даже полноприводная 850-я может боком идти. Знали ли вы это? На самом деле вы еще не представляете, но вот с этим парнем нас объединяет просто пиздец, что. Ну, скоро увидите. Будет разочет. В общем, приехала еще вот такая М5-ая. Что за тачка у тебя в двух словах? М5, М10, стейдж 2. Ага. 750 сил, пища момента, 5.9, 6, 100, 200. Охуеть. 5.9, 100, 200? Да. Это как такое, возможно, на стоке? На стоковую турбину? Нет, 750, на стоковые турбины, ничего, просто, просто стейдж. Салон красный на красном, карбоновый руль красивейший. Смотрите, какой. Вы мне извините, я скандал такую тяню! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, не так близко, не подогнем. Давай. Да. Это последний твой шанс. Это мой пауз. Это мой саунд. Звук West Coast, но у меня есть саунд. Бэйби, давай-ка без пауз. Я на мягких лампу, посыпай, это пауз. Это мой пауз. Это мой саунд. Звук West Coast, но у меня есть саунд. Бэйби, давай-ка без пауз. Я на мягких лампу, посыпай, это пауз. короче лайфхак есть вот по дрифтил проехался вот так вот пару кругов и она прям очень круто остывает и не превращается в каршицу которая после следующего дрифта разлетится не надо не надо подальше она прода с душу за ключи от панамера хочет денег все скажете сосуды что скажете просто два урока на зеленые 4 да я давай 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 посмотрим разницу с алиной как по дрифтит короче он вчера был немного выпивший и говорил я щас буду дрифтить просто пиздец посадите меня на роль я всех тут разъебу чтобы вы понимали он никогда в жизни не дрифтил максим на жиге вот так вот сам он приехал на урус смотри чё он а кстати да реально возможно пересел на пассажирской марат на водительской сел я сейчас пересядут типа он дрифтить умеет но он уверен это уже это уже марат я уверен нас не дойдет а давайте притворимся типа мы не заметили давайте скажем ничего себе марат кого-то я все притворяемся все мужчина мужчина гулять и герой просто хотя бы на ходу делаете не опозорюсь машина моего друга знаешь есть поговорится все поехали все тебя соперник вот это 850 на стоке пообъедешь и у тебя сколько 100 200 он едет я не знаю смотри кто приехал главная дорога ахаха блядь главная дорога раз два три ну что профессионал поздравляю друзья наконец-то это свержилось я совершенно в другом городе далеко от москвы и я купил себе новую тачку уже в следующем выпуске вы ее увидите это просто божество но пока что подписывайтесь на канал ставьте лайки включайте уведомления чтобы не пропустить этот самый мощный выпуск в этом году и увидимся уже очень скоро кстати чуть не забыл угадайте что же это за тачка напишите в комментариях и угадайте в каком я городе давайте пяти людям кто правильно отгадает модели марку тачки я скину по 2000 рублей пишите но я все-таки поехал что такое как как